Я вас приветствую во имя Господа Иисуса Христа. 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 Мы видим, что образование этой церкви очень много напоминает историю Иерусалимской церкви. Потому что там, руками апостолов, совершалось новое чудесное знамение. И вот здесь сказано, что руками апостола Павла совершалось много чудес и знамений. Даже одежда Павла имела такую чудодейственную силу, исцелялись люди. И потом было большое противостояние. И вот апостол Павел, когда здесь трудился, работал, это был как праздник торжества Божественной силы. И вот в первом послании Димопею апостол Павел пишет, что я не знаю. И вот в первом послании Димопею апостол Павел пишет. Что я оставил тебя в Ефесе, чтобы ты учил там некоторых не учить другому. И мы видим по этому, что атмосфера в Церкви, Ефесе поменялась. Появились, наверное, такие немножко будни, когда не стало вот этих проявлений такой силы Божией. Позже Иисус Христос в Откровении скажет к этой Церкви, имею против тебя то, что ты оставил первую твою любовь. И вот апостол Павел, он как бы как опытный такой полководец, он видит вот эти Церкви, которые он насадил. И поэтому в отношении другой психики они не хотят, что вы давно и stelltесь. И вот, у нас есть команда, которую он держал или отправил, они принесли ему известен за у Wouldisburg, которые были в церкви в «Ахте». И у нас есть то, что мы привидели к кульку, потому что мы с ними хотим ее вернуться от паразитов, и обзываться от паразитов. В начале этого послания он дает такую величественную картину, кто такой Бог, как он избрал верующих прежде создания мира во Христе Иисусе. В начале этого послания он дает такую величественную картину, которую мы читали, он желает верующих не останавливаться на этих различных учениях. Всех с этим выяснили, что вы думаете, что мы не знаем, что вы не думаете, как вы думаете, что вы думаете. Он открывает такую заинтересную перспективу, для того как его правило. И мне кажется, что вы думаете, что вы думаете. Вы понимаете, чтобы вы не спросите их свою рядышку, не спросите себя, и значения всех, а не заметили воảху. Что он сделал, что он открыл во Христое Иисусе? Он не был вновлен, он не был вновлен в Иисус Христов. И мы читали, что он говорит, я слышал о вашей вере. Я говорю, постоянно вспоминаю с радостью о вас в молитве. И мы хотим сказать, что я, когда я рассказывал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. И вот это для меня лично является очень таким хорошим примером, как пастор, лидер церкви может влиять на церковь. Особенно, когда он не может лично присутствовать. Это он пребывает в молитве. И он конкретно приносит эту нужду церкви пред лицом Божьим. Он имеет, как бы, в видит ду или ную болезнь, церкви или нужду, и как бы, рецепт имеет конкретно молит, Бога, о чём, в чём нуждается эта церковь. И это, как бы, обязанность не только пастора, лидера церкви молиться друг за друга, вот, но это обязанность с радостью совершать молитвы друг за друга в церкви. Потому что мы, как-то не до конца, можем быть осознанным, что это, как он состоит наш надежда, это призвание, о чём апостол Павел молил. Мы говорим, что мы можем как-то подумать о себе, о тех людях, которые рядом с нами, которые Господь призвал. Мы думаем, что это какая-то случайность. Но это те люди, которых Господь вызвал из этого мира. Это те люди, с которыми Господь хочет провести вечность. Это те люди, которыми нам нужно будет проводить вечность. И вы знаете, это, как бы, наша обязанность любить, наша обязанность молиться друг за друга. И у нас есть такой пример, может быть, я уже когда-то приводил моему брату, что, знаете, в этой жизни мы можем выбирать очень многое. Мы можем выбрать местность, сейчас в ночь, в стране, в другом месте. Мы можем выбрать страну, в другом месте. Мы можем выбрать разные вещи, в другом месте. город учиться где работать даже вот жену мужа в какой-то степени мы как бы выбираем нравится нам не нравится но вот мы не можем никак выбрать родители отца или мать и братьев которые сестер которых мы имеем и по слову Божьим мы должны их почитать и родители и любить наших братьев и сестер и вы знаете это тоже то что Господь нас призвал в этом вот в этом городе или вообще вот церковь это позже наша обязана любить наших братьев и сестер и вы знаете вот дальше апостол паил говорит я Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам Духа премудрости и понимание, в чём состоит вот эта надежда, призвание. Знаете, это было время, когда не было вот такой возможности каждому иметь Слово Божие в доме. Это было время, когда мы говорили, что мы верили в Иисуса Христа, что мы верили в Иисуса Христа, надо еще иудейство принять. И вот апостол Павел призывает к личному. Знакомство, к личному познанию Господа Иисуса Христа. И это то, что всегда открыто. Понимаете? Умеем мы читать, не умеем. Есть у нас Слово Божие или нет. Но Господь обещал слышать на всяком месте. Это то, что всегда мы можем прийти к Господу в любое время. И с теми нуждами, с теми вопросами, которые у нас есть. И это то, что мы верили в доме, верили в доме. И все наши действия, которые мы верили в Иисус Христа. И это то, что мы верили в доме, с теми, что в Иисус Христа, мы верили в доме. И мы смотрим на свои обстоятельства, на братьев, сестер, которые живут в таких, может быть, бедных условиях. И мы думаем, что это наш уйдет в этой жизни. Мы должны жить в этом жизни, выполнять какие-то религиозные обряды, какие-то заповедные. Но когда Иисус Христос уходил из этой земли, Он сказал, что лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, Дух Святой не придет. Поэтому Иисус Христос, когда он был в этой церкви, он сказал, что я не могу, потому что если я не пойду, что я не пойду. И апостол Петр говорит, что нам в нем даровано все для жизни и благочестия. Я вспоминаю такой пример, когда один человек, он знаете, где-то сто лет назад, надо было, чтобы переехать из Европы. В Америку надо было несколько недель. Вот он купил билет и заготовил для себя продукты для этого путешествия. Но как он экономил свои продукты, они закончили? И потом он смотрит там люди, все другие пассажиры, куши, в столовых ресторанах. И он говорит, что я готов выполнять вашу работу, только давайте мне немного еды. А его этот повар спрашивает, а у вас билет есть? Да, конечно, есть. Стоимость этого билета входит все. Питание, вы можете приходить куда надо и питаться тем, что кушают другие пассажиры. И я сказал, что этот билет не будет. Если вы будете делать то, что вы будете делать то, что это будет. Это будет не будет. И вот иногда христиане находятся похожими на этого пассажира, который купил билет, но думает, что он достигнет вот этой цели с каким-то средством и усилиями. Но очень много критиках, критичьевых, у них тоже есть. Наш Господь Иисус Христос, он пришел для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытиком. Поэтому иисус в этом году мы хотим ребенку и они хотим ребенку. Это наш выбор, конечно, или быть вот таким, как говорится, бедным родственником, или быть сыном царя-царей. И это, к сожалению, вы знаете, я наблюдаю сейчас вот там церковь у нас в Украине. И, наверное, во всем мире, когда люди довольствуются очень небольшим, становясь христианами. И не хотят как бы воспользоваться большим, чтобы жить полной жизнью с детьми Божьими. И, наверное, мы наблюдаем те события, которые сейчас окружают нас. Потому что у нас находится время на все, чтобы заботиться о насущном куске, чтобы жить в мире, чтобы жить в мире. И вот я говорил в Малитвиновой группе, что сейчас очень много для того, чтобы Это как-то облегчить наш труд. Виральные машины, полные разные комбайнеры... Но, скажите, время для того, чтобы находить время для Бога к общению с Ним увеличилось, или нет? Теперь, в прошлом, мы должны знать, что у нас все время будетrico. Мы должны быть виноваты, мы должны быть виноваты с нами. Но мы должны быть виноваты и виноваты, И это должно быть волевое решение каждого христианина в выборе вот этих приоритетов. И это должна быть молитва лидеров церкви именно о таком направлении работы в церкви, чтобы развивались как раз цены церкви вот в таком направлении. Личного общения с Христом. И это будет иммунитетом от различных учений, от различных болезней всяких. Значит, это это критесно, Христуис был статус. Он сказал, что здесь статус был странный живот. И это была иммунитет, не менее касаемо с его нет, что способен церкви, улажам с неравнодой и оборуд. Апостол Павел в послании к римлянам, он говорит восьмая глава, что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Суды афокизма, призывов diese сеточку. Мы не похожим на какого-то святого своего, ни больше не меньше – Отец Небесный хочет видеть у нас образ своего Сына Иисуса Христа. Но я не знаю, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы 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 знаем. Да, это что? К сожалению, я в своей жизни встречал таких пастеров, которые боялись, когда их члены церкви могут лучше или больше понимать Христа, понимать Писание, чем они. Изуграл тогда, что они смелеят,ipple, и mov посмотрим, что у него закончились никогда, что на самом деле нельзя слышать мою цеху, видимо, и что в нем нет. И так что у них есть какая-то на самом деле. Что мне metrics? Я сказал, что мы lecture твоим девушкам. Вы понимаете, что им есть родственник Россий, почему мы знаем, что его цехи, которые затвернили себе,наätzenIC Свои. И когда другие ученики говорят, что вот тот, который был с тобой при Ордане, он сейчас крестит, и за ним идут все. И когда Моисей выбрал 70 старейших, которые должны были решать вопрос, они получили эту вопрос. И двое из них продолжали как бы пророчествовать, это Елдад и Мадад, по-моему. Служитель Моисея Иисус знает, говорит, запрети им, говорит, вот они, это, пророчествуют. И Моисея, говорит, я хотел бы, чтобы всем народе Божьим имели вот этот дух, пророчества, вот этот дух понимания Бога и служения. Я говорю, что я встречал такие моменты, когда... Когда, ну, пастыры не очень охотно хотят, чтобы их члены церкви самостоятельно читали Библию, самостоятельно имели общение с Богом. И когда, в советские времена, в 70-е годы мы работали с молодежью, и в советские времена, в 70-е годы мы работали с молодежью. И у нас так Бог благословил, что за год с 20 человек молодежи было больше 100. И мы сделали такие общения с нескольких церквей, приглашали молодежи, которые вместе славили Бога. И мы говорим, что они не разрешают с вами иметь общение. И потом, когда мы с одной церкви приглашали молодежь, они говорят, братья нам не разрешают с вами иметь общение. Потому что они боялись, что эти молодые люди тоже захотят вот так свободно служить Богу, славить Бога, и что Бог может их благословить больше, чем их. И когда мы уже проводили семинары открытой Библии, и мы говорили, как читать Библию так, чтобы слышать Бога, и и когда мы говорили, как мы говорили, что мы хотели говорить, что это делаем НЕСКУ, И мы будем так говорить, как мы говорили, как мы говорили, как это делаем НЕСКУ, и как это делаем НЕСКУ. И у нас тоже молодые люди с одной церкви, они были очень рады своим семинарами, готовы были выполнять эту служению и такаяmку с ними в народе. И мы понижали, что мы смотрим, Дорогие братья и сестры, я хотел бы, я молюсь за Армению, за моего брата, за Рдана, за всех его сотрудников, чтобы действительно Бог благословил вашу страну, ваш народ. Но это зависит от вас. Христос сказал, когда видел толпы народов, которые краковцы без пастыря. И он не сказал, открывайте семинарии, учите или еще что-то как-то, но что он сказал? Молите господина жадко, чтобы выслал делателей жадко. Ключ от небесных дверей, от сердца Божьего находится у христиан, верующих. Но Господь видит наше желание, действительно быть в его работе. Это желание видеть спасенных людей из своего народа. Своих родных, близких, друзей, соседей. И здесь самое важное место занимает эта молитва. И наше знание, наше личное отношение, знание в Боге, для нас и для нашей жизни. И поэтому я не могу ограничить свою жизнь только знанием Бога, знанием Иисуса Христоса. И вот, когда я совершил служение пастыря, в церкви, одна сестра сказала, что вы все время рассказываете только о Христах. В других церквях какие-то интересные истории рассказывают, а вы все время говорите только о Христах. И мы говорим о Христах. Вот апостол говорит, Павел, что быт дал этот дух к познанию его, к разумению его. Сам он сказал в послании к филиппийцам, что ради него, ради познания его, я отказался от всего в этом мире. И в первую очередь, когда он говорит, что он не хочет, а не в том, что он не хочет. Это высочайшая цель. Это то, на что нам не хватит всей вечности, чтобы познавать Бога. Вы не понимаете, что он не хочет, чтобы он не хочет, чтобы он не хочет. Я не хочу сказать о том, что, подробно о том, что совершил Иисус Христос, то всему миру не вместить бы книг написанных апостол. Если вы знаете, если он не хочет, то, что он не хочет, то, что он не хочет, То, что мы хотим, что он не хочет. Ну, мы не говорим о том, что он не хочет. Некоторые ученые, люди посвящают свою жизнь, чтобы изучать жизнь какого-то мотылька Или какого-то такого самого маленького существа, Марупы. А перед нами Бог, который сотворил Вселенную, Бог, который держит все. Вот здесь апостол говорит, кто такой Иисус Христос. Я не знаю, мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Еще один пример, это может быть как рассказ, я буду заканчивать. Когда я учился на библейских курсах, один брат привел такой пример. Я не знаю, что мы не знаем, что мы не знаем. Я не знаю, что она уменьшила. Но он не пожалел, но не пожалел. В этом году он был как дождь, но они не пожалели. И мы не пожалели, но мы не пожалели. И когда они были названы, Руслан недавно прошедший реч. Я говорю, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать. Как голос такой им был, берите эти камни. Я никогда не знаю камен, но кайфу не верят. И кто-то послушался, в сумке взял карманы, куда можно, кто-то не очень как бы послушался этого. Когда они прошли и настало утро, они увидели, что это золото. И те, которые вновь взяли, они были очень довольны, а те, которые не взяли, они были... Сегодня, братья и сестры, Господь говорит, берите, это вечная книга. Как говорится, беспроигрышное вкладывание вашего времени, вашего света. Как больше этого времени, которое у нас уходит, и мы потом не будем властны над ним, мы потратим напознание Господа Иисуса Христа. Да, этот месяц уходит, мы не будем властны над ним, но мы не можем знать, что мы будем властны с двойными месяц, что мы будем властны с Иисус Христа и это Вестей, мы будем властна с Иисус Христа. У нас служение Ему, мы сейчас будем Ему. Это трудно передать, трудно представить себе. Мы еще не верим! Наши деньги на нашу ванную! Чтобы было нам не пришло, чтобы мы действительно потеряли то, что мы все остались и все остальные, что нам не нужно, будет там и так мало нужно делать для нашего Господа Иисуса Христа. У меня нет, что мы рассматриваем, как мы в доме, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok